Здравствуйте, с вами снова я. Снова, как и в предыдущем видео, такой же ракурс. И сегодня я бы хотел вам рассказать про коленвал. Коленвал новый, опять же, не купить. Только какой-то бэушный, с разбором. Он подходит от мотоцикла GF250. Наш коленвал имеет ход поршня 41 мм. Коленвал от бандита подходит, но, в принципе, я посмотрел, он подходит. Но проблема заключается в том, что ход поршня у бандита GF250 33 мм. То есть, ход поршня зависит от коленвала, либо же от длины шатуна. То есть, если там просто короче шатун, то вы можете взять старый шатун со своего коленвала, поставить коленвал от бандита, поставить ваш шатун и всё, профит. Но, если там сам по себе такой коленвал, то даже если вы поставите шатун ваш, он ничего не даст. Но шатун с бандита в бандита, в принципе, как я понял, можно ставить на наш коленвал. То есть, если у вас загнёт, то я думаю, что можно поставить шатун. Но это, опять же, зависит от того, почему ход поршня у бандита 33 мм. Либо это сделано в шатуне, либо это в коленвалу. Если это в коленвалу, то шатун здесь ни при чём, и вы можете ставить на наш родной коленвал. Если это как раз-таки виноват шатун, то вы ничего не сможете сделать, кроме как, если у вас сдохнет колено, вы купите либо бэушное колено, либо колено от бандита, и вам придётся ставить шатуны от вашего родного коленвала. Вот, потому что шатуны от бандита 250-го тогда не подойдут, если вам нужен будет нормальный ход поршня, а не 33 мм. Вот, шатуны от этого 400-го бандита, они на 250-й не встанут. Они, возможно, встанут к нам на коленвал, но это нужно проверять. Также я посмотрел, коленвал у 400-го бандита имеет ход поршня 40,4 мм. То есть, получается, у нас будет недоход всего лишь 6.0.